Тот редкий момент, когда отца семейства Павла Антропова можно застать со своими детьми, не с чужими. Ему по долгу службы приходится воспитывать подростков, чьи родители со своими обязанностями не справляются. Однако и сына супруга Павла говорят, что его работа в полиции, в отделе по делам несовершеннолетних, на отношениях в семье никак не сказывается. В основном мама воспитывает, но если что-то не так и мама уходит, то главным остается папа. Папа дома не так, как полицейский, папа добрый. Мне кажется, ему достаточно на работе такого качества, где нужно применить кнут, а дома больше пряников. Любовь к детям, наверное, это доброта, это его одни из основных качеств. Супруга Павла его главный советчик в рабочих вопросах, ведь в отличие от него она имеет педагогическое образование. Сам же Павел пришел в полицию с пожарной охраны, но случайным человеком себя в отделе не считает. Говорит, что может поделиться секретами воспитания. Прежде всего, это организация досуга, хорошего досуга, то есть не так, что ребенок ушел на улицу, и ты просто не знаешь, где он у тебя часами пропадает. Ну и, соответственно, контроль за процессом обучения в школе, это также проверка домашнего задания. Посещают ли занятия, какие оценки получают, как проводят свободное время, о своих подопечных Павел Петрович знает все. На учете в отделе по делам несовершеннолетних подростки состоят минимум 6 месяцев. В течение полугода с детьми инспектор встречается не раз и не два. Это не всегда воспитательные беседы, может быть и более реальная помощь. Если будет желание подработать, заработать себе какие-то деньги, то обращайтесь, пишите к Елене Валентиновне, пишите список. Мы этот список подаем в комиссию по делам несовершеннолетних. Инспектор мужчина – это редкость. Коллектив отдела по делам несовершеннолетних преимущественно женский. Павел говорит, мужская рука в перевоспитании подростков очень важна. Тот контингент, который у нас, скажем, совершает какие-то правонарушения или преступления, чаще всего совершает по глупости. Если говорить о юношах лет 15-16, то они могут и угнать машину, чтобы покататься. Это если говорить о преступлениях, либо это кражи какие-то чужого имущества из торговых центров. Когда подростки осознают свой проступок и больше преступлений не совершают, проведенную с ними работу Павел Петрович оценивает как отличную. О своих трудовых успехах инспектору по делам несовершеннолетних предстоит рассказать через несколько дней на конкурсе «Лучший по профессии». На областном этапе Павел Антропов будет представлять Магнитогорск. Магнитогорск 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 Магнитогорск